Он говорит, нету митцва цвилин, его еще не наказывают, но если он говорит, что в цвилине должно быть 5 парашилов, а не 4, заслуживает наказание смертью через удушение. Дальше говорит монах, что когда мы узнали, что Аллаха как бет-хиллель, когда мудрецы сидели в Явне, это после ее разрушения бет-хиллель, дальше вышел голос с неба и сказал, И слова бет-шаммая, и слова бет-хиллеля, слова Бога Живого. Все оба правы, но Аллаха как бет-хиллель. Дальше говорит монах, что, как мы с вами говорили, почему мы должны говорить шаммай-исраэль каждый день, утром и вечером, потому что у нас есть третий абзац, потому что мы должны помнить о выходе из Египта, и третий абзац именно об этом говорит. Остальные два абзаца, так как в них есть намек на все 10 заповедей, асара-мицвот, и эти асара-мицвот мы также должны каждый день вспоминать и не забывать. Барупа дамуна и алла, амин, амин.